Всем привет, друзья! Как и обещал, видео по поводу уплотнителей задних дверей на Cherry Tiggo 7 Pro. Это задняя дверь Cherry Tiggo 7 Pro, это у нас задняя дверь без уплотнителя на Cherry Tiggo 8. Я снял уплотнитель, здесь у нас отверстие под клипсы для крепления уплотнителя порог. Такие же крепления, скорее всего, придется делать на Tiggo 7 Pro. И вот в этой части, мы к ней вернемся, к этой пластиковой части, мы опять вернемся, уже покажу наглядно на Cherry Tiggo 7 Pro. Данный уплотнитель не подходит, он от Cherry Tiggo 4, он короткий, и у него немного литье вот этого уплотнителя, немного другое. То есть нижняя часть самой двери, оно совершенно другое, нежели на Cherry Tiggo 8 и 7 Pro. Хотя на Cherry Tiggo 8 и Cherry Tiggo 7 Pro они тоже немного отличаются. Это, значит, уплотнитель от Cherry Tiggo 8. Так, значит, примеряем этот уплотнитель данный на дверь Cherry Tiggo 7 Pro. Смотрим, что он, в принципе, подходит по форме нижней части двери. То есть дверь практически такая же, с небольшими изменениями в литье самой двери. То есть вот этот вот уплотнитель арки самой двери, который повторяет арку крыла, его, наверное, немного надо будет обрезать. Он прямо ни к селу, ни к городу, либо завернуть туда вовнутрь. Он ни к селу, ни к городу и мешает уплотнителю встать так, как надо. Видите, на Cherry Tiggo 8 он немного другой, без этого аппендикса. Он просто прямой повторяет арку двери, то есть арку крыла. В принципе, все подходит. Надо будет просверлить только вот эти вот отверстия, если все-таки вы решитесь именно просверлить и закрепить на такие же клипсы, на которые закреплены на Cherry Tiggo 8. То есть, в принципе, если... Да, смотрите, он немного длиннее даже, этот уплотнитель. То есть, и закрадывается мысля, что... Хотя можно будет замерить, что дверь задняя на Cherry Tiggo 8, она немного длиннее, чем на Cherry Tiggo 7 Pro. На Cherry Tiggo 7 Pro дверь короче. Вот про это пластиковое ушко или пластиковый крепеж дополнительный. Я говорил, что его нужно будет срезать для того, чтобы уплотнитель стал на место, стал плотнее. Да, видите, он из-за вот этого ушка уплотнитель не прижимается, не встает на место, не ложится вот на этот пластиковый декор, так скажем, нижней части двери. И пластиковая панель в нижней части двери. Вот он из-за этого ушка крепления, вот этого аппендикса, опять же повторюсь, арки двери, повторяющие арку крыла. Вот, а так, в принципе, если вот его, допустим, убрать, то все, в принципе, прижимается нормально. Нормально. Сейчас посмотрим снизу. Смотрите, снизу, с одной части я прижал его дверью, с другой стороны держу рукой. Смотрите, в принципе, прижимается все к пластиковым порожкам, к пластиковым накладкам порогов отлично прижимается. То есть, я так полагаю, что будет выполнять свою функцию, то есть не будет давать грязи закидывать порог. Что, в принципе, большинство владельцев ЧАИ ТИГА-7 ПРО хотят избавиться от этой проблемы, потому что дискомфорт, то есть некий дискомфорт такой доставляет отсутствие вот этих вот уплотнителей задних дверей. То есть, по какой причине китайцы не поставили с завода данный уплотнитель, я не знаю. То есть, такой информации нет, почему они их не поставили. Хотя передние уплотнители есть с теми же отверстиями, с теми же клипсами. То есть, с завода все это дело устанавливается. Так что, выход из положения, ребят, есть. Можно приобрести уплотнитель двери от ЧАИ ТИГА-8. То есть, немного там обрезать его, доработать, и будет нам счастье. На примере передних уплотнителей покажу сейчас, что можно подклеить на внутреннюю часть уплотнителя двери, чтобы уплотнитель прижимался к пластиковой части порога плотнее. Либо можно его использовать, чуть-чуть обрезав, так как передняя дверь длиннее задней. Тоже можно передний уплотнитель этот использовать для задней двери. Я думаю, в принципе, имеет место быть такой вариант. Вот, только, да, не забываем про вот эти вот небольшие вставочки, внутри которые можно наклеить, и тогда уплотнитель будет хорошо прижиматься. Ну, по факту, он и задний уплотнитель, так я примерял, он прижимается, в принципе, плотно. На примере уплотнителя от черри Тига 8 на внутренней части можно либо точечно наклеить вот эти вот такие вот наполняемые квадратики, да, либо типа пеноплекса, либо полностью сплошным, значит, таким наклеить материалом. Вот номер этого правого уплотнителя на черри Тига 8. Так, сейчас попробуем поставить на нижнюю часть на черри Тига 8. Значит, вот отверстия, которые есть под клипсы на заднюю дверь черри Тига 8. То есть клипсы легко вставляются, также и легко они снимаются с данной двери специальной пластиковой лопаткой. В начале видео я там показывал эту лопатку, где рассказывал про клипсы крепления уплотнителя задней двери. В принципе, легким движением руки они защелкиваются вообще без проблем. Конечно, немного неудобно снимать, блин, ни подставки нету. В общем, где мой телефон находится, можно только догадываться. Ну, в принципе, можно и одной рукой все это дело закрепить. Особых усилий прилагать не нужно. Все очень легко крепится. И очень радует, что на черри Тига 8 есть такой уплотнитель, и он с удовольствием справляется с задачей не закидывать порог грязью. Так, так, так. Вот попробую сейчас одной рукой закрепить. В принципе, все крепится нормально одной рукой. Да, да, коплю я, короче говоря, на микрофон, на штатив. Ну, не знаю насчет камеры. Посмотрим. Есть такой вариант, конечно, я предполагаю, что есть крепление для какой-нибудь тип данных клипс, только ответная часть приклеивается на двойной скотч к двери. Вот, соответственно, из этой вот площадочки выходит некая клипса, которая защелкивается. То есть, если есть такой вариант, то тоже имеет место быть. Я думаю, свою функцию будет выполнять и хорошо держаться. Самое главное, чтобы это крепление было плоское, так как данный уплотнитель прижимается к порогу. И дабы не покорябать ЛКП. Вот, я думаю, да можно, в принципе, придумать. Насчет двойного скотча полностью. Я думаю, он будет со временем отклеиваться, так как место все-таки постоянно находится во влаге. Да, возможно, ну, зависит от скотча. Возможно, скотч может отклеиться. Так же, как видим, блин, порог грязный. Машину недавно загнали в салон. Это все, это моющий обязательно дорабатывает. То есть, все пороги, все подкрылки, все это дело протирает. Как мы видим, все там прижимается. Все на Chery Tig 8, все хорошо. Все, обратно ставим клипсу. Резиночки. Все, это задняя часть двери без уплотнителя на Chery Tig 7 Pro. В принципе, очень хорошо смотрится здесь уплотнитель от Chery Tig 8. Всем добра, ребята. Пишите свои комментарии. Пока.